Ну и главное спортивное событие этой недели в Одессе это матч Лиги Европы. Луганская Заря, претендующая на звание третьей силы в украинском футболе, удачно дебютировала на групповом этапе европейского турнира, кстати, второго по значимости на континенте. Но дебютировала все-таки удачно. Команда Юрия Вернедуба отобрала очки у стамбульского Фенербахче, хотя до последних секунд претендовала на победу. Как проходила подготовка к возвращению большого футбола на стадионке Черноморец и о том, как Одесса приняла гостей из Луганска, расскажет Виталий Хемий. Возвращение Лиги Европы в Одессу могло и не быть. Матчи чемпионата Украины Заря уже третий год проводит в Запорожье. Квалификацию Еврокубков играла в Киеве, но на стадионе в Запорожье не оказалось необходимых по требованиям УЕФА турникетов, а НСК Олимпийский Заря не захотел сдавать в аренду руководство киевского «Динамо». Времени оставалось немного, нужно было определяться, говорит гендиректор клуба Сергей Рафаилов. «Преимущество для Зари в том, что, наверное, здесь все-таки, насколько я знаю, и моих знакомых много, которые в результате событий, которые происходят на Украине, выехали в Одессу, из Луганска здесь живут. Ну и, наверное, мы как бы это сказать помягче, наверное, этнически ближе друг к другу. Донецк, Луганск, к Одессе». Рафаилов подчеркивает, что переговоры с руководством «Черноморца» шли непросто и намекает. С таким подходом к делу одесского менеджмента в следующем году Заря будет искать другую арену. «На мой взгляд, не совсем справедливо составлен договор с нами, но у нас просто выхода у нас нет. То есть владельцы стадиона на сегодня получили право диктовать нам свои условия, и им целиком и полностью пользуются». О том, что Заря играла вдали от дома, красноречиво свидетельствовала и встреча команды в аэропорту. Прилет украинской команды на матч Лиги Европы заинтересовал всего нескольких журналистов и болельщиков турецкого клуба. Все телевизионные камеры и футбольные фанаты в это время встречали звезд Финнер Бахче. Робина Ван Перси, Валкана Демиреля, Семен Акьяйра и Мусу Соу. «Семен Акьяйра и Миричи Семен! Семен Акьяйра и Миричи Семен! Семен Акьяйра и Миричи Семен!» Предмачивая пресс-конференция тренеров и новая порция гостеприимства от Одессы, оказалось, что в миллионном городе не нашлось компетентного переводчика с русского на турецкий. Диночка, переводи, если можно. Никто ничего не говорит. Переведи представление. Кто пришел, кто это. Есть ли фамилии, я тебе напомню. Какой зовут? Анжели Клема, я была. Вышгаль Денис. Я прошу прощения, повтори, пожалуйста. Я прошу прощения, у меня не получается. Диночка, соберись. Нормально. Все хорошо. Все у вас получится. Все супер вообще. Не переживайте. Мы вместе с вами. Наставник Зари Юрий Вернедук до последнего был убежден в том, что команда играет дома. А значит, и с поддержкой проблем быть не должно. Одесса – это Украина. Анжели Клема, Одесса – это Украина. Мы, украинский клуб, находимся у себя дома в Украине. И надеемся на поддержку наших братьев-украинцев в этой игре. Количество европейских команд с именем, которые приезжали в Одессу за последние 20 лет, можно пересчитать по пальцам одной руки. В 2007-м сюда приехал Ланс под руководством легендарного Геру. А в 2013-м – ПСВ. В 2014-м – Леон. Это была уже новая история черноморца. Фейнер-Бахче, Фейн-Орд, Манчестер-Юнайтед – соперники с именем. Гранды в прошлом или в настоящем. Одесский зритель не имеет права оставаться дома. Первый матч Зари на грубовом этапе Лиги Европы не собрал и половины стадиона. 16 тысяч при вместимости 34. Это хотя и больше, чем собирает черноморец в чемпионате Украины, но намного меньше, чем приходило на ПСВ и Леон. Всего у одесских любителей футбола в этом Евросезоне осталось два матча. У нас давно в Одессе не было Еврокубков. С того времени, как Григорьчук покинул пост нашего тренера. Ходили на все матчи, когда у нас были Еврокубки. Нравится атмосфера. Наши всегда одесситы болеют очень хорошо, поддерживают любую команду, которая к нам приезжает. Мы должны болеть нашу страну, поддерживать в любом состоянии, когда она в таком положении находится. Все клубы поддерживают, которые играют. И за «Динамо», когда на Лиге Чемпионов, и за «Шахтер», и за «Зарю». Это наша честь и наша гордость. Украинские клубы в чемпионатах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.